Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем следить, разбирать и говорить о ключевых фундаментальных событиях, оказывающих самое прямое влияние на динамику финансовых активов. Текущая неделя довольно тухловатая, друзья, на макроэкономические отчеты. Тем не менее, текущая неделя – это ожидание Рождества и, соответственно, это рождественское ралли. Многие трейдеры уже отдыхают, в принципе, отсутствуют на финансовых рынках, поэтому площадки низколиквидные. За низкой ликвидностью скрываются возможности того, что даже какой-то недооцененный отчет может спровоцировать довольно интенсивную динамику и очень интересное движение. К этому мы должны быть и готовы, поэтому в ближайшие дни, подходя к трейдингу, друзья, прежде всего контролируйте риски загрузки депозитов, потому что если что-то будет не так, движения, опять же, повторюсь, могут оказаться значительными, и чтобы они не подпортили вам настроение перед Новым годом. Сегодня, друзья, как и всегда, в 16.30 пройдет вебинар «Правильный понедельник». Мы разберем также еще раз ключевые события недели минувшей. Посмотрим, безусловно, еще и на события грядущие. Что касается прошлых событий, это важно, друзья, потому что мы делаем акцент на фундаментальный фон, на преемственность, опять же, этой фундаментальной картины, поэтому нужно, конечно же, разбираться и помнить, что у нас ложится в основу наших долгосрочных позиций. Давайте начнем сегодня с «Нефтянки», посмотрим, что у нас интересного сейчас. Бренд 64.96, немного мы отступили от локальных максимумов. При этом кто-то считает, что основная причина распродаж, которую мы наблюдали, это следствие выхода данных от Бейкер-Хьюз, когда их число, количество нефтяных буровых увеличилось с 799 до 813 штук. То есть фактически на 14, я повторюсь, что чем больше активных буровых, тем больше претензий США на более высокие уровни нефтедобычи и, скажем, на глобальную экспансию. Если мы говорим о росте, сверх росте предложений, это, конечно же, та самая причина, которая может при определенной несостыковке с мировым экономическим ростом стать причиной давления на котировки нефти. Но при всем уважении к статистике Бейкер-Хьюз, я считаю, что далеко не она выступила. Причина незначительной коррекции, скорее всего, речь идет о просто фиксации прибыли перед выходными, перед праздниками и не более. В целом, по фундаменту он не меняется, он остается оптимистичным, потому что мы ссылаемся, опять же, еще на те комментарии, на которые я делал акцент в конце прошлой недели. Это комментарий главного казначея США Стивена Мнучина о том, что соглашение первой фазы фактически уже готово. Оно сейчас переводится, то есть согласованы все основные положения, никаких-то сюрпризов там не будет. Соответственно, эту информацию подтвердили также представители Белого дома и лично Дональд Трамп. Поэтому сейчас мы можем быть спокойны и уж точно не переживать за то, что сохраняющиеся все-таки еще спорные моменты и недосогласованности могут повлиять на сделку. По крайней мере, в рамках первой фазы, наверное, уже сделке ничего не угрожает. Помимо того, что мы улучшили свои ожидания по перспективам мирового экономического роста, я повторюсь, друзья, что у нас как бы прицепом сзади идет еще другой фундамент. Это действия ОПЕК, которые направлены на дополнительное сокращение нефтедобычи. UBS прогнозирует, что в первом квартале избыток предложения может составить 300 тысяч баррелей в сутки по доп. производству. Между тем, я напоминаю, друзья, то, что только страны ОПЕК согласовали дополнительное снижение добычи на 500 тысяч. Соответственно, совокупное снижение сейчас увеличено с 1,2 до 1,7. В целом, новостной фон явно указывает на то, что на рынке сохраняется оптимизм. Этот оптимизм, как факт улучшения рыночных настроений, ложится в основу. Ну, лично моего, друзья, субъективным убеждением в том, что котировки окажутся выше. Идем дальше. Доллар иена 109.42. Важно отметить, что мы пытались с вами еще по итогам прошлой недели с отсылкой на отчеты, которые были запланированы в пятницу. Это годовые данные по ВВП, личным доходам, личным расходам. Определить, как нам действовать по паре дальше. По статистике, данные неплохие. Годовые данные по ВВП 2,1 со 2,1. В принципе, значение совпало с прошлой оценкой. Это хороший показатель. Личные доходы выросли на 0,5% с 0,1%. Личные расходы также увеличились до 0,4%. И мичиганский индекс доверия потребителей 99,3. Это один из самых лучших показателей за последние полгода, друзья. Хорошая статистика. Возвращаемся к идее того, что до тех пор, пока Трамп не надавит на Федрезерв, скорее всего, американский регулятор пока что не будет торопиться дальше с дополнительным монетарным стимулированием. И опять же, я хочу отметить, что если у нас сейчас с вами нет причин говорить о том, что ФРС возобновит снижение процентной ставки, это может произойти. Но позже, друзья, мы, если будут новые вводные, изменим свою позицию. Но пока что она такова, что у доллара нет особых причин для ослабления. В то же время, касательно геополитического фона, мы говорим об оптимизме в отношениях США и Китая. То есть нет особой необходимости сейчас уводить капиталы в защитные инструменты, такие как иена. Поэтому доллар и иена можно пофикситься на текущих уровнях и небольшим объемом в расчете на, опять же, рождественское ралли, зайти в длинные позиции. Евро против доллара 1.10.78. Здесь мы понемногу снижаемся. Спасибо пятничным данным по индексу доверия ГЕФК. Это от германского, опять же, агентства. Статистика также уровень доверия потребителей в целом по еврозоне. Хуже значения, чем месяц назад. И, пожалуйста, в целом еще один фундаментальный повод говорить, друзья, нам о том, что Европейский центральный банк будет проводить не менее мягкую монетарную политику, что и ранее. Поэтому ждем евро еще ниже, поближе к отметке 1.10. И было бы неплохо, если в ближайшие дни до конца этой недели мы с вами добрались до планки 1.10. Фунт против доллара 1.3009. Очень интересная динамика по британской валюте. В целом, можно сказать, что прошлая неделя стала одной из самых худших за последние несколько лет. И при этом, ладно, если бы был какой-то тотальный негатив, но его как такового не было. И плюс ко всему, в пятницу парламент провел слушание по соглашению. Заседание, оно результативное для Бориса Джонсона, потому что Борис Джонсон получил одобрение соглашения со стороны Палаты представителей, в целом со стороны парламента. Это говорит о том, что шансов на реализацию мягкого Брекста сейчас очень-очень много. Это говорит о том, что он выполнит свое предвыборное обещание, выведет Англию из состава ЕС. Ближайший срок это 31 января, точнее, это дедлайн. И после этого сразу же займется вопросом торговой сделки с Европейским Союзом. Это, друзья, позитив. На этом нужно расти. Поэтому считаю, что по паре фунт-доллара, вот сейчас у нас поддержка 1.30, нужно закрепиться выше этого уровня и уже настраиваться на отбой. И восходящее движение. Статистика в целом также неплохая. По темпам экономического роста годовая оценка 1.1% с 1. Я не вижу сейчас причин говорить о том, что фунт прольют еще на несколько фигур ниже. Доллар канадец 1.3157. Сегодня, кстати, важный отчет по темпам экономического роста. Это своего рода резюме производственных заказов и роничных продаж, которые мы получили на прошлой неделе. Роничные продажи минус 1.2%. Плохая статистика. Я говорил, друзья, что если выйдут слабые цифры, это позволит нам говорить о том, что Банк Канады не то, чтобы присоединиться к прочим регуляторам по смягчению монетарной политики, но должен сделать акцент на то, что ему все труднее, наверное, игнорировать негативное влияние на национальную экономику, сохраняющуюся глобальной неопределенности. Если сегодня, друзья, темпы экономического роста также разочаровывают, уверенно ждем возобновления роста и закрепления пары поближе к отметке 1.33. Ну, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии, хорошей торговой недели. Я, разумеется, с вами остаюсь на ежедневной основе и буду держать вас в курсе о всем, что сейчас происходит. Всего доброго. До свидания.